Продолжаем выпуск. Необычные соревнования сегодня прошли на дорожках монумента славы. В фестивале по спортивному ориентированию участие приняли школьники и пенсионеры. Те, кто занимается этим видом спорта давно и уже достиг уровня сборной области, и кто с трудом ориентируется в окружающем пространстве. На дистанцию вышли люди с нарушением зрения. Секрет прохождения трассы у каждого свой. Кто-то ориентируется по газону. Кто-то тростью ощупывает тротуар, а кто-то громко стучит по асфальту, ориентируясь на звук. Главное – быстрее дойти до финиша. Александр Лисица в соревнованиях по спортивному ориентированию участвует уже в четвертый раз. В Новосибирск приезжает специально из города Обь. Тут, конечно, посложнее, потому что каждый раз задания меняются, а сам объект мне мало знаком, поэтому здесь сложно. В этот раз для спортсменов с нарушениями зрения подготовили несколько дистанций. Новичкам нужно было преодолеть 350 метров, остальным – более 800. Для спортсменов с опытом задания усложнили поиском предметов. В общем, еще нужно найти какие-то предметы, это если они на финиш приходят с цветочками или, не знаю, с какими-то предметами, которые не должны по дороге найти. Но тоже это все в основном делается с помощью волонтеров. Пользоваться подсказками волонтеров и родственников не возбраняется. Но чтобы уравнять шансы всех участников соревнований, слабовидящие надели специальные повязки. Погружение в темноту сразу сказалось на скорости. Повязка мешала? Ну, конечно, так хотелось ее сдернуть. Дистанции сегодня преодолели несколько десятков человек с нарушением зрения. А на своих трассах по соседству соревновались подростки, которые спортивным ориентированием занимаются уже давно и успешно. У них разные дистанции, то есть и по протяженности, и по сложности. Для ребят, которые занимаются как видом спорта, это абсолютно другие условия и требования абсолютно другие, как предъявляются к любому виду спорта. Организаторы решили не разделять участников по состоянию здоровья. Ориентирование не требует специальной подготовки. Этот вид спорта доступен для всех, несмотря на то, видишь ты этот мир или нет. Анна Гурьянова, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова